Сообщение о мусорных контейнерах, которые не выводят неделями, в социальных сетях в последнее время не редкость. На этот раз в центре, внимание, двор по адресу Новоселов 30. Цитируем. У Рязанская МП МК номер 3, видимо, как обычно, отпуск. Неделями лежит вся эта красота, причем сами работники ЖУ ходят мимо, но не обращают внимания. Все как обычно, их это не касается, но они с гордостью заявляют, что все дворы, которые они обслуживают, в отличном состоянии. В минимальном перечне работы услуг, которые необходимы для содержания квартирного дома, есть отдельный раздел содержания вот этих контейнерных площадок и их уборка. И мусоропроводов, и подвалов, которые у нас крыса порой там или мыши водятся. Но мы не знаем, как написать и кому. А когда начинаем изучать проблему, оказывается, у нас, наверное, ни одного подъезда в городе Рязани нет, где бы содержались стенды потребителей. Между тем, при снижении качества услуг, потребители этих самых услуг вправе потребовать снижение оплаты. Но никто из нас не в курсе, как это сделать. Признаться на чистоту, большинство даже не знают, за что именно платят каждый месяц. Если мы этим не будем заниматься, здравствуйте, крысы и мыши, которые в дальнейшем вам принесут то, что нам показывают там на границе Казахстана, Монголии и Китая. Бубонная чума. Оно ниоткуда не появляется. Тем более, в жаркий период, да, возможно, эти, вернее, вероятно, эти контейнерные площадки надо более интенсивно обрабатывать. Но их еще и нужно, вернее, вывозить. Но и обрабатывать от того, что они не являются чистыми, как таковые контейнеры-то. Даже если ваш вопрос не решается, и мусор действительно копится неделями, бездействовать не лучшие решения. Сам потребитель, который платит за коммунальные услуги и услуги по содержанию многоквартирных домов, он в соответствии с законом имеет право заявлять о себе, что у меня есть право на качество, на безопасность, право быть услышанным, прежде всего. Так вот, многие вот это право быть услышанным, они не реализуют как таковой. Все в надежде, как в старые времена, на какого-нибудь отставного полковника или там боевую учительницу, которая трижды краснознаменной там, вдруг она вот позвонит или она напишет, а мы вот все поддержим и скажем, да, мы все такого же мнения. Многочисленные примеры говорят о том, что молчать никогда не выход. Обращаться нужно в инстанции, добиваться соблюдения своих прав. Но для этого нужно хотя бы знать об этих правах. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».